Здарова ребятушки с вами ладушки и это экзанима мы с вами опять в этом классе надо привыкать контролю контроллером потому что ну не контроллером а в смысле к тому как здесь все управляется потому что ну как бы без записи я сейчас пока в это все не играю на записи эта игра один раз неделю как вы знаете все немножечко меняется теперь серии будут выходить чаще однако же последний раз серия записывал довольно давно ну как бы относительно конечно довольно давно но все же я успел немного заржаветь о свеча да насчет того что наш персонаж не помечает на карте ничего и я такой в прошлой серии говорю наверное он тупой мне это довольно справедливо заметили в коментах ну да тупой я играю за селянина в средневековье откуда бы у него взялись мозги и а доска не переворачивается это было бы крутое место для секретки смотрите если бы но она же явно вот тут вот закреплена на таких штучках для того чтобы она переворачивала чтобы она крутилась а если не и поднять ее тоже не могу странно бочки я поднимать могу это поднять не могу хорошо куда шел я забыл да я в прошлый раз не особо разбирался сейчас я забыл вообще все просто нафиг будем смотреть будем думать я куда-то шел что-то происходило я помню что прошлую серию мы просто дофига лутались и там было что почитать что было подобрать мы с вами нарядились как новогодняя котлета у нас тут просто шмот и сейчас на нас сто пятьсот вещей единственное что меня немножечко огорчает что мы босиком и я не знаю отразится ли это как-то в будущем возможно я буду ходить по каким-то там и гвоздям шипом неприятным камушком рассыпанным деталь ком лего и это все будет отнимать у меня жизни я не знаю так что вот вот это меня пока немножко напрягает почему с поножами не одеваются сапоги ну то есть у поножи такие короткие застежки которые не позволяют сапогам пролезть ну короче не знаю ладно это мы с вами в прошлый раз пошли по второму кругу то есть мы открыли запертую дверь пошли по тем же маршрутом по которым мы типа проходили в прошлые разы но теперь заглядываем в те уголки куда мы не заходили опа опа ну-ка-ну-ка чё за местечко книга старый пыльный журнал блин я рассчитывал почитать ее как бы ну сундук маке сундучки у нас испарившиеся до осната бутылка подсвечник я понял жилет по-моему у нас лучше черепица черепица и сапога это вообще как я не знаю если вы мне сейчас спросите зачем я это делаю я не знаю минуточку от трубка я пробовал в прошлый раз на себя примере да да не получается у нас персонаж против курения как в общем-то и я но вы же знаете какие из трубки могут получиться классные мыльные пузыри я же не совсем не обязательно курить а стоп там у нас прохода больше никакого нету да также мне дали маленькую подсказочку что возможно будет символизировать ну переход на следующий уровень и что все не так однозначно и возможно следующий уровень будет у нас под уровнем ну в общем как я понял из того что мне сказали что есть два прохода здесь и один ведет на следующий уровень а второй идет вроде как на под уровень который потом придет к чему да я знаю звучит сложно но я в принципе понял теоретически что это значит осталось найти да такая мелочь осталось найти куда нам а то мы тут топчемся ну ладно зато сундучок обшуманали черепицу нашли я помню у нас где-то была еще решетка вспомни она вот и она вот эта решетка которую мы не можем открыть окей тут у нас а тут у нас кстати что понимаете если я здесь был то я здесь был пару серий назад и сейчас я могу запросто так не вспомнить и что вообще происходит этот ящичек он пустой я теперь буду шмонать все что смогу увидеть до чего смогу дотянуться ну учитывая как мы в прошлый раз озлотились но это вот при этом при этом при том что на нас надето сто пятьсот слоев всяких шмоток и одежды и всякого такого при этом она все равно бьют я себя все равно не чувствую уверенно но по крайней мере я себя немножечко чувствую по свободнее в общении с вот этими простыми ребятами да это вот зал с картой которая не карта которая хотел забрать и у меня это не получилось печаль я и до сих пор хочу забрать тут у нас за уголками вроде как ничего такого не наблюдается я над я на тебя не бегу я тебя вообще блин а смотрите а а он не вы ну как бы я понимаю что с такого ракурса судить она так себе но он не выглядит зомбарем но у него к тому же есть подшлемник у него есть а стоп это не подшлемник нет он все-таки зомбарь мне просто его волосы смутили ага у нас запертая дверь минуточку минуточку где у нас там был этот ключ у нас запертая дверь которая наверное под приведет нас кто и решетки и которая открывается изнутри та решетка у нас будет срезом возможно ли что ключ у этого перца блин я сейчас возможно совершу большую глупость я хочу на него напасть а я не знаю теперь куда он шел вообще вот кстати мне что интересно вдруг стало возможно ли что вещи не просто лежат они находятся у каких-то мобов ну то есть пока я кого-то определенного не убью я не смогу у него кстати тоже меч он вообще серьезный дядька ты пройди сюда я не хочу с тобой в коридоре там драться иди сюда пожалуйста а нет это у него не меч все он сложился и особо меня ты не покалечил нет смотрите нет у него ключа ботинки из зам 6 а такие ботинки я могу одетели они мне тоже сменят по ножи а а вот такие могу одеть все я не бегаю больше босиком да круто ну не знаю меня это почему-то очень сильно напрягало чувак спасибо за твои ботинки мне повезло больше чем крепкому орешку у меня правда нет машинга но теперь у меня есть ботинки режущий 3 так минуточку у меня режущий меч на режущий два с половиной но баланс хороший тут тоже баланс неплохой блин у него стойте у этого топорика у него больше урона импульс больше урон но режущий больше проникающего нету но я же проникающий мне не орудую по идее вот это интересно но же так двуручный меч и даже у дуручного меча режущий меньше х а ты у нас копье да то есть вот знаете чё я наверное булаву оставлю а вот эту штучку я с тобой прихвачу и потому что она мне выглядит очень симпатичный может быть его даже где-то применю так вот более-менее для меня картинка начала складываться то есть вот здесь есть дверь она скорее всего нас будет вести куда-то в эту вот часть где у нас будет где мы выйдем к решетке там будет срез знатоки внимание вопрос где мне найти ключ от вот этой двери потому что те ключи которые мне есть а у меня кстати скилл пришел круто а куда мне вкачивать давайте наверное в боевые что ли так ложный замах атакой быстро паре отказ от атаки без быстрая продолжение атаки после парирования но давайте вот это я пока не знаю как это работает посмотрим ну по крайней мере убил чувака набил себе уровень неплохо так пойдемте тогда на поиски ключа вопрос остается открытым есть ли какие-то вещи в мобах вот что в чем дело то есть возможно я пропускаю потому что я кого-то не убиваю я стараюсь играть относительно мирно участвовать чувака тоже убил чисто чтобы проверить он-то на меня не нападал и мне интересно что и где пропускаю и может ли такое быть что в мобах есть какие-то вещи так ты у нас трупецкие тут у нас тут у нас сундучок а ты на 100 кожаные на коленнике но стоп это же у нас у нас лучше да 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 у нас получше это просто тут тут у нас просто ложки вилки все тоже в крайне вода все тот же стул без ножки я это все обшаривал уже дают жилет у меня такое ощущение ну дверь это открыто я тут уже везде был окей так тут два типа вроде не агро но везде где открыты двери я а вон там дверь кстати закрыта пойдемте я не хочу смешиваться с двумя сразу смешиваться вмешиваться перемешиваться уйди я тебя не трогаю а смотрите они все кстати в комбезах охраны а это не туалет у шут за место почему здесь не был ну-ка свиток этот идиот со своими головорезами по-прежнему посылает сюда людей должен признать меня впечатляют его методы в некотором смысле он не так глуп как кажется стоит воспользоваться этим и возобновить исследование пока я еще могу мне также предстоит найти место где можно жить на эскепе хорошо записочка есть кто-то кто здесь в подземелье блин мне надо его убить иначе меня тут убьют он убежал нет вот это заруба сейчас было в первый раз я понял что мне надо маневрировать потому что иначе меня просто сейчас расплющат страшно я говорил что я не хочу сталкиваться там где двое они на меня нападут пришел один и приперлись эти двое хорошо хоть с небольшим перерывом и все равно мне пришлось с двумя из них бороться одновременно ребята шмоточки то у них себе так себе кстати меня наверное как раз и спасло что у меня хорошая хорошая броня иначе меня тут сейчас располосовали бы просто к чертям а у меня кстати что за ботинки я надел на то же самый колючий режущий цвета другого мне больше этот цвет нравится можно спасибо больше подходит к моим по ножам главное надеть на труп я уже не могу принципе логично сфигали я бы на трупы че-то одевал так ладно у тебя ключа нет у тебя ключа нет у тебя ключа нет у тебя ключа нет меня почему-то теперь стало очень сильно это мучить что у кого-то должен быть ключ хорошо минус 3 вроде как мы разобрались по моему даже нас не особо ты покалечили здравствуйте что за студия худо блин я нашел новое место наконец-то я уж думал я думал что новое место я уже не найду я все вижу эту дачу подойду как интересно то чёрт побери интересно разбить его можно но они так звякают как будто они глиняные но разбить и это не могу так 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 о сундучок запросто мог от меня удрать ты кто вообще перечница взять бы да наперчить кому-нибудь смотрите есть перечница есть сковородочка вон мясо за углом лежит может это завтрак себе спасаем так картина картина явно что-то должна значить на но согласитесь картина очень неординарный предмет здесь вот но как бы и на мой взгляд она должна бы что-то значить но нет тут кто-то сидел позировал видимо с вот этим вот кубком кстати есть такая вот теория ай блин если постучать по стене рядом с лампочкой ну в общем один из моих подписчиков мне сказал что когда он дрался рядом с лампочкой она загорелась и от чего это произошло то ли от насилия рядом с лампочкой то ли от убийства кого-то рядом с лампочкой то ли от удара по стене короче стоит проверять разные теории или возможно это произошло случайно лампочка загорелась от какого-то замыкания я смогу предположить предположить ключ юберс это предполагать могу предполагать все что угодно ключ и это я уверен что это он но это не может быть что-то другое так ладно свиток смотрите до чего довела меня игра я ключу блин радуюсь как подарку на новый год ну чё за фигня так понятно что тут имела место военная деятельность но с кем они сражались разве мы когда-то воевали с этими людьми казалось казалось бы мы победили как такие события могут быть полностью стерты из нашей истории то винт полагаешь что где-то здесь лежит истинный источник нашей силы я не могу разобраться во всем этом придется принять во внимание теории тавина знать бы кто это все пишет карл так это уголь кусочек угля а это мелкая трубка да у нас до трубка я уже брать не буду нафиг у нас есть одна трубка в стиле гендальфа так третий ключ ахтунг ребята пожалуйста напишите мне о блин у меня топорик это 2 я один выложу туда напишите мне пожалуйста я понимаю что за подбор записок мне дают опыт это мне уже написали спасибо за хранение записок и книг я что-то получу то есть но вот серьезно я блин у меня инвентарь потихонечку забивается я уже начинаю подумывать о том чтобы некоторые вещи блин катушка не так зачем ну ладно я которую выложу все что я не сейчас не понимаю к чему это я выложу штаны а зачем но эти же явно лучше зачем с собой обычные тканевые штаны таскаю тоже выложу надо потихонечку разобраться с этими всеми бумажками ладно оружие ладно то то сё то уголь да вот у меня кусок угля знаете чем давайте вот так вот использованные ключи положу вот так вместе а вот этот новый ключик положу здесь чтобы потом не запутаться расскажите мне пожалуйста в комментах я очень жду я очень надеюсь на вас стоит ли мне носить с собой во первых записки которые я нашел и понимаю что в целях перечитывания но вот чисто в целях когда-то они мне еще понадобятся и также ну то есть как вы понимаете в целях перечитывания мне с собой записки таскать бессмысленно потому что я записываю все серии я могу вернуться потом пересмотреть любую записку нужны ли мне они с собой и также в целях понадобится ли мне эти потом записки если я найду какого-то допустим живого человека или я не найду здесь нет не надо не на таких спойлеров не надо я не хочу чтобы вы мне сказали нет и тут никого и найдешь или нет наоборот и найдешь там того-то того-то вот этого я не хочу в смысле для каких-то дальнейших диалогов и чего-то понадобятся ли мне эти записки вот к чему я в общем то скажите мне пожалуйста стоит ли мне все таскать совы потому что инвентарь забивается ли на эта дверь как на зло открыто инвентарь забивается и я не знаю что мне дальше делать здравствуйте а я тут чё был что ли такая спаленка прям стать ну тут записка вон чья-то обувь а это место начинает интриговать меня тавин понимает больше чем я в себе я представлял что если он прав это известно а это изменило бы всем как мы могли быть настолько невежественной будь у меня больше больше времени я бы взял на себя его исследование интересно что он решил бы зная о последних что он решил бы зная о последних открытиях наступают важные времена я довожу я доживу и сам все увижу насчет доживу кстати ну ребят есть вопрос да эту записку я пока тоже подберу я скоро смогу библиотеку открыть если что так там дверь открыта или ее нету сундук в сундуке кожаные штаны ну нет у меня у меня хорошие штаны у меня хорошие это или штанов я тоже могу блин вылези отсюда пожалуйста штанов я тоже могу 500 штук носить по моему там штаны поножи или наколенники и все и ну вон ой сундук офигеть как сундук припрятан ну как так то офигеть это чё вообще посмотрите насколько лучше да у этих покрытия больше они латные кстати но эти во всем лучше просто на все во всем на половинку на половинку на пол на пол на полторушку нет на полтору во всем лучше чуть-чуть меньше покрытия и меньше неудобства и они во всем лучше вот сейчас было неплохо хочу ли их с собой таскать наверное нет хотя но они не хорошо послужили а в смысле что покрытие меньше ну да покрытие половинку меньше импульса на половину больше режущего на половину больше дробящего больше всего больше и неудобства меньше то есть ну это win win situation situation так хорошо тканная накидка такая рубашка сорочка такой вот этот сундучок припрятан кстати но фиг найдешь реально он такой об об а что будет если себе корзину на голову одеть не стой 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 это мой капюшон блин я могу так ходить все это будет моя защита головы затылка знаете как инженерная старая инженерная поговорка если это глупо но это работает это не глупо все я же теряю при этом равновесие да мне пофиг корзина головы а это просто прачечная короче у чувака спальня была я так понимаю да я вообще хотел на голову себе одеть чтобы в голову в принципе урона не пролетала а его шатает блин как фуру под ветром а вот это же я тоже я тут чинил там тут есть смотрите какая подбитое пальто у меня собственно какое у меня тоже подбитое пальто только вот это лучше гляньте гляньте как его пятит он идет назад идет назад идет назад так у этого импульса побольше отрежущего на один больше неудобство такое же слушайте я нашел пальто которое лучше так что вот это вот я оставлю ты гляньте гляньте лин рак каракат ладно ладно все хватит и корзина голову за ногу ты у нас просто свечка да просто свечка хорошо пальтишко себе обновили наколенники себе обновили вот это тоже можно было запросто не заметить кстати окей окей валим отсюда так стоп тут тут просто спальня и стиральня это изменя такие металлические звуки даешь там кольчугой гремлю то есть хорошо спальня рабочий стол рабочем столе был в рабочем столе в рабочем столе был ключ чувак тут кого-то рисовал при этом занимался какой-то наукой при этом он тут обедал при этом вот там он спал матрас наверное сгнил к чертям давайте еще вот эту штуку гляну а я смотрел да а вот это а их можно отдельно смотреть их ты я понял тут жилет но жилет он же лучше для мужчины не да да он меняет собой броню поэтому нет жилет наручники на рукавники в смысле даже лет мы положим обратно отдыхать дружище я вот думаю может быть я даже тот металлический нагрудник куда-нибудь скину потом потому что меня в общем то устраивает моя защита сейчас а вопрос на миллион как мне теперь выйти обратно к той закрытой двери давайте пытаться что-то как-то думать соображать тут я троих завалил до где они у нас ходили черт стоп а тут что это же сундук да тут у нас гамбизон черт я запутался блин 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 тут просто отвратительно я запутался а это сральник фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу А, это этот подшлемник. Я сейчас проверю, но, по-моему, у меня такой же. Дудка. Музыкальная инструдудка. Куртка. А ты кто? Ты у нас подсвечник, а ты... Фигурка. На секундочку. Это что-то необычное. Это, случайно, не тот подшлемник, который я... А, он точно такой же, кстати. Он точно такой же, поэтому я, наверное, его и одену, потому что вот этот простенький белый цвет мне нравится чуть больше, чем фиолетовый. Что плохого в том, чтобы немножко стиля добавить в наши унылые будни, да? Так, 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 так. Ладно, это я обыскал, это я обыскал. А как мне вернуться? Блин, вы такие там, наверное, сейчас, кто понимает, что я бегу не туда, такие, не туда! Но поздно. Да, не туда. Всё, я понял. Сейчас, 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 я хочу просто по-быстренькому, пока у меня есть возможность, я помню, вспомнил это место, пока у меня есть возможность, хоть как-то, пока я недалеко зашёл, вернуться туда, где была запертая... Запертая дверь. Чёрт, а почему здесь запертая дверь? Чё вообще происходит? Это чё, шкафы? То я не могу найти ни одного нового места, то новых мест, блин, хоть... А, это просто стенки, хоть задница и жуй, ну просто серьёзно. Я хочу... Это шкатулочка. Нет, я не хочу шкатулочку, я хочу стул убрать. Я хочу найти ту дверь, которая заперта, я же явно от неё ключ нашёл. Кстати, ребят, чё-то мне никто не говорит, что-то с этими шкатулками делать, можно ли с ними хоть что-то делать, есть ли смысл в этом, есть ли в них что-нибудь в этих шкатулках. А, тут тоже чья-то спальня-почивальня, блин, вот это крутяк, конечно. Я тут рылся? Клевец! Боевой молот. Дробящий 3. Ребят, может я тут ещё и пулемёт найду, а? Как вариант. Ну, коробка показала, что шапка. Старый свиток. Мне сообщили, что среди нас есть шпионы. Несмотря на разногласия, не могу себе представить, что они хотят навредить нам или даже помешать нашей миссии. Не вижу причин чинить им препятствия в сборе сведений о нашем прогрессе. Я склонен позволить им получать нужную информацию и не тратить ресурсы, порождая сомнения и подозрения. Среди своих. Фига себе! Вот что я могу сказать. Бутылка. Это... Это не зелька хилки, случайно? Не хилка зельки? Что за бутыль? Просто бутылка. Я её не беру, да? Да что тебя колбасит опять, блин? Блин, молоточек. А он двуручный, да? Ну, пофиг. Я возьму. Это что-то новое. То есть, если им можно качественно махать... Почему бы это не сделать? Ты кто такой? Куртка. Нет, спасибо. Сапожки. Нет, спасибо. Ах ты ж. Наколенники, наколенники. Нет, у меня получше. Кожаные ботинки, да, примерно такие же, как и у меня. Цвет даже менять не буду. Я запутался просто окончательно нафиг сейчас. Попадаются какие-то новые комнаты, новые места, новые записки. Так, стоп, вот это же я смотрел, да? Там у нас, да, там у нас, да, там у нас вот эта курточка была, рубашечка, которая, в принципе, нафиг. Так, с этой стороны. А вот это тут ничего нету, случайно? Ничего. Окей, окей. Черт, 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 черт. Нет, 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 тут я с ними дрался. Это замкнутая комната. Куда мне идти? Куда мне идти, куда мне идти, куда мне идти? А, может мне сюда? Стоп, а тут? Тут проход сквозной есть? А, нет, 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 я что-то только что... Все плохо, все плохо, все плохо. Извините, ребята, у меня сейчас начался приступ топографического кретинизма. Я без понятия, что я делаю, куда я иду. Да, это у нас прачечная. Из-за того, что я кручу карту, из-за того, что, в принципе, карта крутится, она не в одной плоскости. Да, тут у нас, это же туалет местный, который я говорил, что бежим отсюда, тут запах. Я не могу понять, куда мне надо, я заблудился, просто нафиг. Еще кое-что ухудшает ситуацию, то, что... То, что вот так вот смотришь иногда, и дверь не видно, то есть не видно, что там проход. Так. Нам не сюда, случайно? Нет, тут у нас тоже чья-то комната, да? Кстати, я вот эти вот боковые-то не лутал. Тут куртка. Ну, тут я смотрел. Сундучок? Тумбочка? Тумбочка, ящик. Ящик пустой. Хорошо. Комнаты, комнаты. Я, честно, заблудился. Все. Алис. Мне бы найти сейчас ту запертую дверь. Но, по-моему, этого уже не случится. Как говорится, not gonna happen. Вот в куда мне сейчас? О, это здесь? Это здесь, это здесь, это здесь. Точно. Комната с картой. Комната с картой. Пожалуйста, будь отсюда. В смысле, нет? Все три ключа не отсюда! Вот я сейчас просто, знаете, вот как выглядит отчаяние. Вот моя картинка должна стоять напротив отчаяния. Я понимаю, что это бесполезно. Я тыкаю просто для того, чтобы подумать, куда мне дальше пойти. У нас есть третий ключ. Где я видел еще одну запертую дверь? Где я видел еще одну запертую дверь? Я не знаю. Я не помню. Так, пойдемте. Пойдемте исследовать дальше. Ну, как бы, исследовать. Смотреть, что, где. Я-то там заблудился, а вот... Вот знаете, я вообще говорю, что вот так вот можно пробежать. Вот тут вот может быть дверь. И я ее не увижу. Вот решеточка, собственно. Это же не может быть ключ от решетки, да? Да, решетка, скорее всего, открывается каким-то механизмом с другой стороны. Я так подозреваю, что вот это вот он, да? Да. То есть за решетку, за эту решетку я могу попасть только через ту дверь. Ту дверь я не могу открыть. Даже тем, я был уверен, что этот ключ оттуда. Просто... А как иначе? Вот что. А он не оттуда. А я не помню теперь, где у нас даже запертые двери есть. Так, это у нас, типа, комната ожидания, да? С которой мы начали сегодня. Ладно, пойдемте в эту сторону. Там, возле тех комнат, там была еще столовка. Но в столовку я заходил, и я не помню, чтобы там были... А, как бы не помню. На мою дырявую память полагаться. Но я не помню, чтобы там были двери. Поэтому давайте глянем здесь. Тут тоже решетка. Она, скорее всего, тоже нифига не открывается с этой стороны. Ха! Сейчас! Конечно, она открывается. Чувак с косой. Я не хочу с косым чуваком. Так, стоп, 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 стоп. Погодите, ребята, это что-то новое. Вот этого не было. Ладно, 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 ладно. Пока мы идем куда-то в новую территорию, я согласен. Пока мы идем в новую территорию, я согласен. Два ящика. Итак, сапожки такие себе. Туника такая себе. Жилет неплох, но нет. Ха! Какая рифма, а? Жилет неплох, но нет. Оу! Так, аккуратно. Ну что ж, тут в ящичках вроде как ничего такого. На полочках. На полочках колодки. На полочках, на полочках. Ладно. Пойдемте посмотрим, что здесь. Вот эти вот... Это суд. Смотрите, здесь сидели судьи. Здесь, скорее всего, стоял... Лежал, обвиняемый. Да отпусти ты мою руку с факелом-то, чтоб тебя. Ха! Вот здесь я не был, хорошо. И сюда мы попали даже без ключа. Куда же, куда же, куда же. Ключ. Ключ. Наверное, знаете что? Я зря так поступаю. В смысле того, что я открываю дверь, а потом туда не иду. Потому что я потом запутаюсь. Давайте я... А я могу тебя закрыть сейчас? Да, я пока тебя прикрою. Потому что мы с тобой сейчас пойдем в другую сторону. Так, а тут никакой бумажечки нет. Тут так подсвечнички. Тут все, это 5-10. Значит, мы пришли отсюда. Сейчас я пытаюсь хоть как-то, хоть чуточку в голове у себя нарисовать карту. Мы пришли отсюда. Тут была развилка или нет? Нет. Хорошо. Ну, то есть, до двери с решеткой была развилка, вроде как это, я помню. Здесь, в суде. Это просто овальная комната с выходом через решетку. Это, я так понимаю, как подсудимым. Давайте, наверное, сюда сначала подойдем. Стал на стульчик, надо было, наверное, стишок рассказать. Но это такое уже, по мелочи. Пам-пара-папара-папам. Тут у нас, скорее всего, держали именно, ну, вон, судя по колодкам и по решеточке, это, конечно, тюрьма для тех, над кем скоро должен состояться суд. И потом их ввели в здание суда, ну, в здание, в комнату суда, и потом их уже ввели еще куда-то. Ну, просто потому, как тут все расположено, я рассуждаю. Я, в принципе, ничего этого не знаю. Ага, а это, я думал, это меня сейчас выведет к той решетке. Это мне к той решетке не вывело. Вот куда эта решетка, все, я понял. Теперь открываем, потому что мы прошли. Теперь эта сторона. А-а-а, это я круг Галя сейчас такого навернул, да? Все, я понял, я понял. Там, кстати, песочные часы. Чернильница. Ну да, тут сидели клерки, адвокаты, прокуроры. Ну, все это, естественно, эквивалент всех этих должностей в то время. Минуточку. Есть ли вариант, что я тут что-то пропустил? Вариант такой всегда есть. Книжка на полу, например, да? Я эту сейчас заметил. Книга. Этот журнал заполнен подробными сообщениями о нарушениях определенных правил. Большинство из этих правил, очевидно, направлены на предотвращение проникновения злоумышленников. Они столь строги и тщательно проработаны, что кажутся произведением параноика. Ну, я же говорю, я запросто мог что-то упустить, но это же я. Ага. То есть. То есть, теоретически, все это здесь существовало для того, чтобы не допустить кого-то. Возможно, чисто, опять же, теоретически, на нижних уровнях есть некие демоны. И вот это все, тут некромант соорудил себе крепость для того, чтобы не допустить этих самых демонов сюда держал магическую оборону. А это откуда? А это откуда? Откуда? Черт. Я не могу понять, откуда это. Ладно. Серьезно? Да? Это что, первая комната? Да, это первая комната. Блин. Как ни крути, все равно сюда прийти. Хорошо. Получается, я открыл срез. Окей, а годится. Это одна из решеток. Черт. Я все равно в дичайшей просто растерянности. А что дальше-то? Окей. Здесь... Я был, не был? А здесь дверь? Здесь дверь! Запертая дверь! Да вы че? Это от нее ключ. Тан-тан-тан... Это поворот? Это ключ от этой двери. Здесь, смотрите, че творится вообще! Это ж оружейное! Шлем! Кажется, я сейчас прибарахлюсь! Как минимум лучше! Это я вот этот смотрел? Стойте, они все одинаковые? Режущий 3,5. Так, вот этот вот скворечник наголовный я пока сниму. Мой шлем. И смотрим, сравниваем с этими. Они одинаковые, нет? Да на вид вроде бы да. Типа цветов просто разных. Магазин шлемов. Хорошо. Нет, но они одинаковые. Я не вижу смысла. Щиты. Копья. Приблуды разные. Топор. С режущим в 2,5. Ах ты ж. И балансом меньше, и импульсом больше. То есть он тяжелый, я так понимаю. Импульс это тяжелый. Импульс 2,5. Погодите. Щиты. Импульс 3. Неудобство 3! Неудобство половинка. Неудобство 3. А че, может взять большую щетень с собой? Почему бы нет? Что мне мешает? Булава. Так. Огромезнейший импульс. Поножи. Эти латные, да? Латные, платные. Тут прям... Ох ты ж ешкин, ты матрешкин. Молот. Среднего качества. Такой же, как я подобрал. Да? Тут булава. А вот ты кто? Бил. Шифр. Хе-хе-хе. Я понял. Блин, мы себе наконец-то нормальный шлем нашли, а не вот этот скворечник на голову. Меч. А это случайно не такой же, как у меня? Да. Стоп. А почему? Ну-ка. Режущий 2.5, проникающий 1.5. Режущий... Да, да, да. Тут точно такой же меч. Но не знаю, кстати. Мне этот меч пока очень даже устраивает. Поэтому я похожу с ним. Полочки, полочки. Сапожки высокие. Ну не, сапожки я не буду одевать ни по сезону сейчас. Хорошо, что мы этот шлемофон нашли новый. Этот щит подобрали тяжелый. Я не знаю, пока я не ходил с двуручными. Ну, в смысле, со щитом и с этим... С мечом. Я пока с факелом хожу, но хорошо бы знать, что у нас есть щит. Жилет. Режущий 3. Дробящий. Он у нас заменит... Броню? А он лучше, чем броня. Чем кераса. Фига себе. Покрытие меньше, правда. Да, к сожалению. Импульс настолько же. Режущий наполовинку лучше. Дробящий наполовинку лучше. Количий наполовинку лучше. И неудобств наполовинку больше. Пластичный жилет. Тогда... Блин, а тут у нас режущего прям 3,5 было. Тогда, знаете что? Керасу мы оставляем в сундучке. Нагрудник вот этот вот. Он, кстати... Ну, тут у нас было 4 покрытия, да? 4. Тут 3, тут 2. То есть у нагрудника вообще покрытие маленькое, но он дает дофига бонусов. И к колющему, и к дробящему... Не, к дробящему, кстати, столько же. К колющему наполовинку больше. И к режущему наполовинку больше. Давайте все-таки нагрудник я оставлю. Керасу мы вывалим, потому что у них хоть и хорошее покрытие, но по защите вот эта штука явно лучше. Блин, мы становимся похожи на человека, или мне кажется? Это как в этом, в Dark Souls человечность возвращается. Тут! Двуручный меч. Обычный меч. Двуручный меч, кстати, у нас... Баланс. Фиганс. Ты у нас боевой молот. Да, но это у нас все есть уже. А ты? Бил. Кого ты там бил этим Биллом? И тут... А, и тут броньки, что ли? Нагрудник. Нагрудник. Они одинаковые все три? Просто три одинаковых нагрудника остальных. Угу. Дратути. Вот это сейчас неплохо было. То есть много... Много чего из того, что я не нашел... Если бы я не нашел ранее, я бы нашел здесь, наверное, да? Кожаный подшлемник. Вроде как у нас лучше. Тканные брюки. Стоп. У нас такие же или очень похожие? У нас такие же. Да. Хорошо. Эти мы туда оставляем. Здесь... Значит, брюки были. Здесь... Шлемчик кожаный и... Мечок. Блин! А могу я два меча в двух руках носить? Или мне для этого скилл нужен? Погоди. То есть, прикиньте, такой этот... Ниндзя. Ниндзя. Ну-ка. Отражение. Вот это вот выглядит, как два меча носить, но... Блин, не знаю. Ладно. Меня меч туда не пускает, но там, с другой стороны, ничего вроде как не нету больше. Вот это местечечко. И отсюда еще можно куда-то пройти, да? Так, вот этот сундучок я же лутал. Да, тут у нас... Мы оставили нашу броньку. Знаете что, ребят? Все. На этом мы пока серию заканчиваем. В следующей серии вот пойдем вот в эту дверь. Так что... Извините, если я сегодня много тупил. Но, блин, как-то вот так вот оно получается иногда. Все, ребятушки. Спасибо, что были с нами. И всем тогда до встречи в следующей серии. Всем удачи, добра-бобра. Всем оладушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok